Фармацевтический колледж сменит прописку. Между администрацией города и руководством учреждения заключен договор аренды в отношении здания по адресу проспект Ленина, 112. Это хирургический корпус больницы для мастеровых и рабочих, построенный в начале прошлого века. Много лет объект пустовал и теперь требует серьезного ремонта. Но руководство колледжа решилось на сложный процесс реставрации. В свою очередь, мэрия предложила применить понижающий коэффициент к сумме арендной платы на период проведения работ по сохранению. Я думаю, что самое главное, ни на каких условиях мы сдали. Самое главное, то, что мы сохраняем памятник регионального значения. У нас это здание будет украшением нашего города, безусловно. И, конечно, очень радует то, что это будет образовательное учреждение. Глаза боятся, а руки делают. В случае с этим объектом именно так и получается. Его состояние реставраторы оценивают не иначе, как кошмарное. Крыша текла, окна были все разбиты. В подвале лестница чугунная разобрана. Лестницы, ведущие на третий этаж, тоже вандалами были уничтожены. И мы приступили к обследованию, выполнили обмеры и наметили первоочередные мероприятия по капитальному ремонту. Прежде всего, с территории вывезли мусор и начали противоаварийные работы. Ремонт крыши, изгнивших балок, замену межэтажных деревянных перекрытий на железобетонные. Во сколько выльется вся реставрация, даже сложно посчитать. Вскрываются те работы, которые не предвиделись. Точные суммы сейчас никто не озвучит. У нас есть приблизительная сумма, допустим, по проектным работам. Это порядка 2,5 миллионов рублей. А все остальные работы просто рассчитать невозможно. То есть, вскрываем полы, смотрим, оказывается так. Там какие-то другие моменты. То есть, очень тяжело. И мы поэтапно-поэтапно теперь делаем работы. До холодов реставраторы планируют завершить работы на крыше и подключиться к тепловым сетям, чтобы и зимой можно было проводить ремонтные работы. Завершить реставрацию учреждения планируют в течение года, чтобы уже на следующий день знаний здесь начались занятия. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова.